Тяжелобольных среди 64 освобожденных политзаключенных, находящихся в Феофании, нет. Кроме того, все они прошли обследование у психологов и психотерапевтов. Об этом сообщили на брифинге врачей больницы Феофания, куда накануне привезли освобожденных из плена боевиков украинцев. На брифинге побывала корреспондентка ЮИТВ Инесса Занина, она на связи со студией. Инесс, что рассказали врачи о состоянии здоровья украинцев, освобожденных из плена? Вчера наши освобожденные приехали сюда в 11 часов вечера. Им дали возможность помыться, отдохнуть и выспаться. И с утра им назначили разные обследования. Это были и УЗИ, это внутренних органов, это был обязательно рентген, учитывая в каких условиях их содержали. И с ними, с каждым работало, работает сейчас 6 психологов и психотерапевтов, так как в этой помощи они нуждаются больше всего. И тяжелобольных среди наших освобожденных нет, об этом сказал замглавврача Андрей Строкань. Хронические заболевания, которые обострились, есть. У многих гипертоническая болезнь, у некоторых обострение желчекаменной болезни, хронические холециститы. Панкреатиты – обструктивные заболевания легких. Но на данный момент в клинике нет ни одного человека, который бы требовал перевода в отделение интенсивной терапии и анестезиологии. Все или в удовлетворительном состоянии, или в средней степени тяжести. Никто из 64 освобожденных от геспитализации не отказался, но тем не менее, некоторые хотят провести Новый год, праздники в кругу семьи. И поэтому 2-го числа все, кто будет уходить домой, вернутся обратно на лечение в Феофанию. Даша? Инесса, спасибо за эти подробности. Инесса Занина из Феофании, где прошли медобследование, освобожденные накануне из плена боевиков украинцы. Они в удовлетворительном состоянии или средней степени тяжести у некоторых обострелись хронические заболевания. А вот военнослужащих, которых освободили боевики в рамках обмена, их 12 человек по прибытию отвезли в главный военный госпиталь. Там их встречала наша корреспондентка Анна Романовская. Сослуживцы танкиста Богдана Пантюшенко с нетерпением ждут своего побратима у главного военного госпиталя. Богдан – один из 12 обмененных военнопленных. Прекрасно помню этот день, 18 января 2015-го. Мы были рядом с Донецком. Мы тогда там стояли несколькими экипажами. Ему дали команду на выезд, мне не дали. Техника была побита, а он уехал и не вернулся. Увидеть Богдана и обнять его – этого момента по-братиму ждали долгих пять лет. Сперва Пантюшенко удалось увидеть только в окнах автобуса. Но спустя час Богдан вместе с женой и родителями вышли из госпиталя, чтобы хотя бы пару минут пообщаться с коллегами. Я скажу спасибо обязательно, но по всему остальному без комментариев. Спасибо. Всего в столичный госпиталь привезли 12 освобожденных военнослужащих. Все они долгое время находились во вражеском плену. Прежде всего, прямо сейчас в сопровождении врачей наши воины пройдут быстрое рентгеновское обследование. Вы же прекрасно понимаете, в каких условиях и с кем им приходилось быть все это время. Позже у них будет возможность немного отдохнуть, ну а с утра они пройдут всесторонний осмотр у всех специалистов. Все военные прибыли в удовлетворительном состоянии. Тяжелобольных нет. По предварительной информации, освобожденные военно-пленные пробудут в столичном госпитале неделю. Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и фейковыми республиками поприветствовал Всемирный конгресс украинцев, сообщает пресс-служба организации. Однако там же заявили, разделяют обеспокоенность общества из-за освобождения бывших сотрудников Беркута, причастных к расстрелам на Майдане в 2014-м. Это требование еще раз демонстрирует прямую причастность России к преступлениям, сообщили во Всемирном конгрессе украинцев. Свою обеспокоенность выразил и глава Министерства иностранных дел Швеции Карл Бильд. 44 человека, которых Украина отдала оккупантам в рамках обмена пленными, попали в базу сайта «Миротворец». Там их назвали боевиками, наемниками, изменниками Родины и агентами российских спецслужб. Полный список размещен на сайте базы. Центр «Миротворец» – это независимая, негосударственная организация, созданная группой ученых и журналистов в свою базу-чистилища. Эксперты вносят людей, которые, по мнению Центра, являются угрозой национальной безопасности. Свой визит в Украину подтвердил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. В Киеве он будет в пятницу 3 января встретиться, в частности, с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Вадимом Пристайко. В рамках своего визита он также посетит еще несколько стран – Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Ранее об этом писали американские СМИ и помощник президента Украины Андрей Ермак, но официального подтверждения из Вашингтона не было. Гранатометы разных систем и стрелковое оружие использовали боевики против защитников Украины 29 декабря. Штаб операции Объединенных сил зафиксировал 7 обстрелов. Под прицелом оказались позиции украинской армии в районе Новотроицкого, Николаевки, Васильевки, Луганского, Марьинки и Широкина. По информации, к полудню 30 декабря на фронте было тихо. Подразделения вооруженных сил каждую минуту готовы к вражеским нападениям и дают отпор вооруженной агрессии на востоке нашей страны. Украина и Россия завершили переговоры о транзите газа, которые проходили в Вене. Об этом сообщил глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макагон. По его словам, стороны договаривались об окончательных условиях контракта на протяжении четырех дней, практически круглосуточно. Ранее Министерство энергетики двух стран договорились о новом контракте на пять лет. В 2020-м минимальный объем газа через украинскую ГТС составит 65 миллиардов кубометров. В следующие четыре года по 40 для старта работы необходимо подписать точечные соглашения между российскими, украинскими и европейскими газовыми компаниями и операторами ГТС. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи – своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС и Юстрим на основании европейских правил. Stay tuned! Пожарные опасности в Новом Южном Уэльсе и столичном регионе Австралии повысили до чрезвычайного красного. Из-за пожаров в Австралии даже хотели отменить праздничные новогодние фейерверки, в частности в Сидней и Канберри, но затем от этой идеи отказались, поскольку средства на салюты выделены из бюджета еще в начале года. Австралия одной из первых начнет праздновать Новый год. Австралийцы встретят 2020 по киевскому времени в полдень 31 декабря. Больше новостей интервью аналитика на сайте канала UETV.UA Спасибо, что смотрите и спасибо, что интересуетесь тем, что происходит в Украине. Следующий выпуск новостей на русском уже менее чем через два часа.